друзья всем большой привет сегодня мы с вами поговорим о колебане это британский тяжелый танк 8 уровня который играется вообще не как тяж так что присаживайтесь поудобнее и мы начинаем я себя колебан приобрел то есть как видите за свои кровные покатал немного на нем у меня стоял вопрос купить 703 или колебан то есть я долго думал и в итоге решил взять колебан потому что у меня с из 3 с механизмом заряжания покаталась сегодня на нем 17 боев вот так выглядит статистика то есть как видим в принципе машина способна и в урон и фарм машина 8 уровня очень имеет нетипичный геймплей то есть у нас огромная бабаха то есть как видим что у нас орудие очень очень странная очень-очень косое то есть видим 058 разброс 41 сведения долгая жутко долгая перезарядка и два снаряда фугасы у нас это основной тип нашего боеприпаса летают крайне крайне медленно пробивает 180 миллиметров голда летает чуть-чуть побыстрее это бронебойный пробивает 292 но как видим ощутимая разница в уроне я катался и на фугасах и на бэбэшках от себя скажу чтобы бэшка это гораздо приятнее в том плане то что она летает 500 метров в секунду это очень даже неплохо учитывая что это конечно печальный показатель сравнивая с другими танками но фугас летает 354 это вообще печаль на самом деле это жутко медленно по стоимости боеприпасов видим фугас 1850 по бэшка 4 800 но что я заметил танк очень прилично фармит до презервами я сумел нафармить за среду х 1800 830 тысяч за 17 боев ну то есть это очень даже неплохо ну учитывая мне прям аккаунт есть игра с доппайком если бы не было доппайка это за каждый бой плюс 20000 то есть в принципе в принципе машина способна фармить но самое главное друзья я его покупал не ради фарма честно я выбрал ради геймплея и вот это вот та фишка когда ты просто выкатываешься на тяжелый танк стоит какой-то защитник и ты просто ему в лоб бэшкой на 600 выписываешь ну такого просто кайфа на восьмом уровне вам ни одна машина не даст поэтому сразу отвечаю на вопрос если вы хотите реально себе получить особенную машину которая ну по-своему нужно мириться будет с ее минусами конечно но вот это вот пробитие особенно если вы пробиваете фугасом кого-то на 900 вам ни одна другая тачка не даст на восьмом левеле так точно а если вас еще забрасывает против нам семерок это вообще друзья просто аннигиляция 80 уровня поэтому давайте поговорим о сборке об экипаже я себя поставил боновый стабилизатор а потому что у танка жуткая стабилизация прям страх боновый обязательно вентилятор это можно заменить трофейным оборудованием ну и улучшенный прицел ну что танк ездит неплохо у него максималка 33 но у него хорошая нагрузка лошадей на тонну то есть 18 31 750 лошадиных сил двигатель то есть он очень уверенно набирает свою тридцатку он даже в гору едет 33 поэтому можно в принципе в принципе пожертвовать прицелом и поставить трофейный ливоновый нагнетатель тогда машина будет ездить 38 километров в час но я не вижу в этом смысла вы просто приезжаю на позицию раньше других не успеете зарядиться а здесь нужно стрелять циклично то есть один отдали и ждете зарядку двумя стрелять нельзя и к этому придется реально привыкать ну что ну машина реально вот реально друзья она класс до характеристики очень и очень печально и все такое но это на деле выглядит все за гораздо лучше мы с вами посмотрим сегодня бой который нашел там на хорошее количество урона я не сумел не сумел пока еще на этом танке на дамажить нам очень много чтобы показывать свой реплей ну тем не менее ну что я распинаюсь давайте поговорим о бронировании поехали в колледжен колледжен модель этого танка выглядит таким образом видим что у нас во лбу есть 220 миллиметров в лд что принципе иногда кое-что отбивается рыхленькая нлд 200 от семерок может отбить и неплохая довольно башня там есть 280 240 то есть башенка очень даже часто отбивает что я заметил есть огромный люк командира который ничем абсолютно не отбивает ничего и принимает сюда но целом он не сильно большой не слишком сильно выделяется поэтому него не так часто будут кидать если играть на машине аккуратно то есть она может вам прощать в принципе когда вы стоите от башни в остальном борта картон есть противокумулятивный экран но на него надеяться не стоит от борта нельзя на этой машине играть только лоб поэтому в принципе с колледжен моделью разобрались давайте посмотрим бой поговорим кому эта машина нужно поехали бой друзья у нас на карте аэродром видим что игрока с ником джейсон забросила к десяткам для колебана десятки про учение проблемы учитывая что заряжаетесь долго пробиваете много кого у него 10 бэш и голдовых 15 фугасов играют с улучшенной ремкой с дешевым огнетушителем и дешевой аптекой я не знаю к сожалению какое у него оборудование я так полагаю набор более менее стандартно сейчас посмотрим на его скорость чтобы понять есть у него нагнетатель или нет в остальном в остальном на колебан оставить нужно обязательно стабилизатор ну что без него машина мы просто не едет вообще ну вернее не не едет не стреляет наговорился видим он набирает свою максималочку 33 так что мы знаем уже точно что турбины у него нет это однозначно есть бутыл от рубина он бы набрал побольше скорости и что мощность позволяет машина довольно резвенькая в этом бою нанесет большое количество урона мне самому интересно посмотреть бой друзья я не изменяя себе его еще не смотрел для того чтобы максимально быть объективным и мои впечатления были в режиме так сказать реального времени видим что заряжается второй снаряд стрелять на колебания друзья нужно только первым снарядом выстреливать два нужно только лишь в том случае когда по вам уже точно будут либо вас убивать проглазку дать по шарль футюру но вторым шатом дает 530 шар футюра абсолютно для него не опасная цель он мог и фугасом его пробить на большее количество урона но тем не менее видимо дал и закатывается для кого этот панк давайте сразу будем говорить о машине да если вы новичок я думаю эта машина вам не подойдет потому что она довольно сложная требует терпения и знания позиции то есть вы должны изначально в бою думать куда вам ехать потому что если вы приедете не в ту позицию вы будете давать в лучшем случае два выстрела поэтому если вы уже понимаете как играть в нашу любимую игру тогда отличный лен сводится на краснера полное сведение не стреляет ждет зарядку 2 красит на него не обращать внимание это в принципе правильно чтобы два шота дать этот танк очень часто взрывает бк и 17 боев я дважды взорвал бк пацанам один раз на полторы тысячи шкоду подорвал то есть он вообще не ожидал такого прикола принимает от шарфу тюра дает первый шок 620 дает 2 просто вкрыть боже как видим он дал быстренько покрасит два выстрела на косарь 200 урон то есть вы друзья прекрасно понимаете на что эта машина способна нестандартную кстати выбрал позицию видим что он здесь в рельефе аккуратно пытается скатиться это крема мог разбиться конечно повезло повезло три выстрела 1684 урон какой танк еще сможет тяжелый так друзья никакой вы сами понимаете да он потерял большое количество очков прочности но тот момент когда вы выпускаете первый снаряд стирон залетает кому-то в лицо на 600 но это непередаваемое чувство честно до машина коса и все такое если вы там торопыга как говорится будете стрелять сходу вы никого не будете никогда попадать пробивать только один там из 100 выстрелов залетит но если вы терпеливый игрок если вы понимаете куда нужно поехать где нужно перестреливать эта машина для вас даже говорю у меня куча премов то есть кто смотрел трансляцию на огромное количество танков в ангаре у меня премов штук 20 наверное точно все восьмого уровня и реально ни один ни один не дает такого впечатления как это видим что он танковый ваф то есть я же говорю броня в башне она есть она иногда отбивает довольно довольно серьезные снаряды поэтому рассчитывать на броню можно отличные увн и минус 10 то есть хорошая мощность танк едет хоть и 33 километра в час но он набирает их уверенно то есть вы не я не могу назвать его медленно нормально приезжает в позицию все такое видим что здесь поджались противники очень много танков союзный 257 сейчас умрет это по-любому принимает решение стать в приемку в принципе это абсолютно логично нужно три топора добирать может быть помогут потешечки ему нужно загружать второй снаряд потому что когда он двумя снарядами отстреливать когда 60 секунд это очень очень долго а когда вы стреляете по одному там когда в районе двадцати трех секунд это в принципе терпим нужно заряжать по-любому снаряд видим что у него осталось 4 бэбэшки пробитие друзья на голде 292 и танк фармит плюс потому что он наносит урон а потому можно спокойно настреливать видим 570 он дает потапку танкует от него быстро добирать его смысла нет ну я бы не набирал правильно он не добирает пусть он стоит там в тупике никуда оттуда не денется загружает второй снаряд снова два раза вы должны стрелять тогда когда уже нет выбора это факт или когда нужно прямо-то обязательно набрать в остальном цикличность у вас должно быть выстрелили перезаряжать выстрелили перезаряжать 1500 хп 263 еще образок него попали можно выбирать ждет приемки дальше стоит приехал немного правее чтобы забросил альфа тапочек проехал 263 уже сюда нужно вкатить дать по нему альфу стоит вот здесь скорее всего нет видимо он поджался с другой стороны камни очень интересно они могут на него все выкатить сзади в прикрытии только шкода т-50 что в принципе является неплохим довольно танком смотрим так едет лёве лёве 1300 так сводимся сводимся 100 раз 600 кританул ему что-то в борту может даже бою кладочку 2 555 то есть 1200 полёве 3900 урона есть вы понимаете вот это вот геймплей когда вы просто стоите ну для вас нет брони вообще 292 пробития друзья это очень и очень много тем более против вас восьмерки но ни у кого на восьмом уровне не будет такой маска даже орудия можно пробивать большинство танков и это реально вот этот тот геймплей от которого я за много лет действительно кайфану этот танк стоит своих денег однозначно потому что мы машина на друзья ну реально она стоит своих денег да она не самая фармова и все такое но впечатление которое вы от нее получает их ни с чем абсолютно нельзя сказать нужно разминать 263 дает ему маску но и в маску в щеку как видим залетать 609 и нужно отъезжать назад его доберут союзники я так полагаю потому что ну иначе и быть не может он его правильно разменял четыре с половиной тысячи урона у него есть тысяча ассисты тысяч заблокированы как видим прошло буквально семь минут боя и этот танк дарит такой геймплей главное друзья чтобы вам позволяли стрелять это основное о чем вы должны думать и понимать потому что если вы заедете в то в ту ситуацию да где будет много танков и вы будете один без прикрытия вы я же говорю дадите максимум два выстрела в лучшем случае при каких-то там обстоятельствах 3 и умрете ну то есть машина способна реально в урон только тогда когда у вас есть прикрытие как видим здесь у него была шкода на прикрытие сейчас там mx m4 плюс против него танки здесь они все шотные то есть на один выстрел может выкатиться в две цели дать по выстрелу забрать их и спокойно играть дальше видим что справа альфа-тапок на него не обращать внимание сразу не заметил нужно сводиться нужно иметь терпение друзья видим до конца сводится забрасывает в альфа-тапок и начинает грузиться фугас последний бабушка у него было отсюда вам нужно переезжать ну что там уже на эмиля полетел 268 здесь он спокойно сможет подняться в этой позиции нужно помогать эмилю видим осталось еще фуловая вафли остальные три танка они все шотные главное пробить фугасом потому что у нас как вы знаете формулу фугасов переделали в игре и они сейчас не наносят урон в слабую зону то есть раньше как было допустим есть бронирование фугас попадает и притягивается к уязвимой зоне сейчас фугас вносит урон вместе разрыва то есть в принципе сейчас фугасные танки поумирали большинство из них но тем не менее здесь пробитие 180 и с таким пробитием фугасом реально можно выцелить нлд что большинство танков там чаще всего 180 и есть поэтому при удачном раскладе 900 можно купить нужно свестись на 268 сводится в корму 330 без проблем забрасывает этот раз 12-13 проигрывает команда по стволам то есть три танка против них они вдвоем остались сам иксом а микс фуловой то есть может в принципе идти в размен не понимаю почему там стоит на базе могу спокойно попробовать поехать мне вот интересно сможет ли он нанести урон по вафле флова и интересно сколько этого урона будет потому что в бою нанесет больше урона чем есть сейчас так что давайте вернемся к вопросу да кому эта машина нужна опять же если вы новичок не рекомендую покупки потому что но она сложного тинка реально сложного тинка в том плане то что вы должны же говорю иметь базовое понятие об игре то есть иметь терпение это тоже очень важно если вы любите rush этот танк не подходит для вас он для раша не годится там больше в приемке хорошо играется либо танк поддержки по-другому играть на нем смысла нет никакого поэтому если вы средний игрок если хотите получить приятный танк приятный в плане впечатлений не в плане комфорта игры в плане комфорта это жопа честно в плане комфорта это жопа да он попадает но есть моменты когда снаряд вылетает просто какую-то дичь вообще-то нереально поэтому если у вас есть терпение если вы соскучились по каким-то необычным впечатлениям от игры машины для вас можно смело брать я такой игрок который отыграл на огромном количестве танков ттх всех машин знаю и вот не было такой машины которая бы мне было интересно я не буду лукавить если скажу что я этот там брать сомневался то есть я смотрел его характеристики смотрел разные видосы и просто для себя решил попробовать думаю на черт с ним вдруг реально будет прикольно и когда скатал первый бой я в нем нанес 2 600 по моему урон я просто кайфанул не от количества урона от его нанесения против меня стоял защитник защитник мы знаем что это довольно бронированный танк там корпуса девятого уровня и я просто выехал ббшка ему в лоб дал и он такой оп принял от меня 600 закатился нужно добирать лёве здесь шотным он остался против трех танков я так полагаю любую проекцию в спине вафля а он остался не один все-таки микс еще жив 1600 очков у вафли я так понимаю финал очка будет на фулочку по вафле самый кайф то что такой получился реплей я лишь говорю не смотрел его это круто то что вафля плова и здесь будет победа друзья однозначно посмотрим как он разыграет ситуацию так вот мой первый бой я выкатился на защитника просто дал ему на 600 1 выстрел и он сразу заехал то есть да я от него принял 440 не спорю там у него вылетел 460 чуть такое но я дал раз второй раз он уже сомневался мне выкатываться и там получилось друзья такая ситуация он просто на меня второй раз выкатывается я даю ему же еще два снаряда и все и защитник закончился то есть ну любая восьмерка любая с трех выстрелов отлетает очень часто критуется боеукладка очень часто я же говорю вы просто так стреляете в танк в лоб и слышите дзиндзелы то что вылетает какой-то модуль калибр сумасшедшие 6-ти фунтовая пушка ну то есть вы сами понимаете ну то гаубица просто это реально артиллерия на колесах поэтому главное иметь терпение главное не поскупиться на оборудование под эту машину потому что оборудка должна стоять топовая однозначно либо трофейная а лучше боновая если все у вас будет боновая тогда танк будет комфортно играться обязательно делайте модернизацию модернизацию я вам не показал друзья потому что у каждого может быть разный набор оборудования сколько блогеров посмотрел для того чтобы иметь какое-то сравнение на для себя у всех они играют по-разному то есть нет эталона сборки на этой машины кто-то играет с нагнетателем кто-то играет с прицелом то с лучшим поворотом кого-то вообще стоит допустим закалка ну то есть я разные видео абсолютно сборки поэтому вы попробуйте под себя подобрать но стабилизатор я считаю это тот модуль который обязательно должен быть потому что без стабы у него ну все очень очень плохо реально как видим 30 километров ездит набирает уверенно сейчас спокойно смог переехать не надо думать что 30 это прям медленный танк это не та машина которая должна первая заезжать в позицию это точно поэтому для вас должно быть два правила первое это терпение вы не должны торопиться и 2 играть от союзников все если играете от союзных хп у вас будет реально большое количество урона каждый бой был у меня и бой когда нанес один раз фугас не попал по сушке на 900 и все больше в бою не дали мне пострелять там союзники выиграли фланг проехали и уже не было у меня возможности популяк но он был такой один и за 900 урона я получил там чистыми 36 или 37 тысяч серебра тоже в принципе неплохо поэтому машина реально годно реально рекомендую к покупке тем кто соскучился за какими-то такими впечатлениями необычными просто реже время ты выезжаешь ты в лоб забрасываешь на 600 и тяжелую танку вы понимаете ладно и страшно ладно лтшка но тяжелому танку с бронированием на 600 в маску там какому-то тигру 2 или леве они просто они этого не понимаю то есть игроки боятся танк реально боятся с ним надо считаться против него нужно очень аккуратно играть особенно когда на нем играет скилловый пацан то есть это может быть реально жопа жопа и очень очень большая если неграмотно против него играть видим здесь уже бой движется к своему финалу он остался напоминаю против фуловой вафли которая может его сбрить за выстрел проезжает на базу у него заряжены фугасы вафля отвернута дает 1 на 700 так кружит ее и дает второй со взрывом бк то о чем мы говорили на 839 подрывалась она если понравился друзья бой пишите меня в комментарии и подписывайтесь пока пока